да это будет заставка привет это карамба решает сегодня решаем мы о как вот он саша саша решает почему я решаю тоже решаешь я не решаю мы все-таки вместе карамба решает карамба решает карамба и дима решает тв вопросы задавали наши благодарные и не очень благодарные зрители и мы на них ответим начнем давай не в какой точек смотри камеру вот туда вопрос а кстати сразу чтобы вопросов больше не было мы не пьяны я могу водяры конечно поставить здесь бутыль будет казаться что мы пьяны мне кажется не так кажется кажется все ладно будет серьезно собрались так собрались работой кости гавзов это серьезно мы не принимаем наркотики во всяком случае я какой-то саша не знаю что он там делать дома штыривает всех короче давай все серьезно собрались монтирую не я сейчас оставим только это и все будут прям уверены уже что все эти наркованы педофилы уроды точно и так константин гавзов короче костя наш зритель кости спрашивает где вы как вы учились готовить и где какое было первое приготовленное блюдо саша ну я учился в свое время готовить в московском техническом университете связи информатики на экономическом на экономическом факультете экономики и готовки да 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 а первое свое блюдо я приготовил в шесть лет что-то было этот кирпич манной каши меня заставили есть в течение недели это был кирпич да короче первый саши приготовленные блюда кирпич не но реально где ты учился я реально учился готовить все можно сказать сам один когда работал на артеме видео в маленьком кафе ну ладно я нигде не учился готовить я у саши учился и продолжаю учиться уже половину выучил половину приготовления жареного лука вот чё я я нигде не учился а первое приготовленное блюдо ну как яичница наверно а я нет в детстве я помню мне лет было шесть и мы с моей подружкой со второго этажа машей при этом не смотрит на короче пока маша вот мы вместе с моей подружкой машей готовили просто смешивали все что я нашел на кухне там муку что-то еще что-то еще рис там не помню все так замешивали замешивали а потом я показала нет потом я показал своей маме она говорит ну можно эту блины сделать и сделать блины с рисом ну ничего нормально получится хрустело хрустело я не помню что там было ну как бы какую-то еду из этого удалось сделать так что можно считать опыт удачный так следующий вопрос мария кочуткова спрашивает почему вы такие няшные саша почему ты такой няшный потому что если я побреюсь я буду няня няшным ну не знаю я даже не знаю что на ответить а что такое няшный это как котики когда да это вот как котики да как котики это вода видите саша не морщится то что водку уже так жрет что так продолжаем александр нурудинов спрашивает что едят брутальные мужики я считаю искренне сейчас без шуток что настоящий брутальный мужик он не боится есть мясо понятно он не боится есть все да потому что говорят вот там брутальные мужики не едят салатик там или там рыбку нет ерунта все конечно это галатентные геи которые боятся что и посчитают геями они там только мясо сырое давай нет можно все есть вообще нужно все есть мне кажется те кто не едят все они они лохи или у них какие-то проблемы со здоровьем и это не проблема все нормально все будет хорошо ребят продолжаем эльза вегас спрашивает у нас ока задает нам сразу 500 вопросов и мы от этим на все давай внимание подчереду блиц опрос планируется ли книга рецептов от едим тв да да но где-то через год может быть ну-ка наберем рецептов хотя бы штук 50 тогда и будет в принципе это есть план почему выпуски выходят только раз в неделю потому что блины попробуйте снимать там все время и монтировать и еще зачем-то зарабатывать при этом вот поэтому и раз в неделю только раз в неделю ни хрена себе скажите спасибо что никакой битка виден раз в четыре месяца нормально четыре месяца у него раз в две недели привет привет так продолжаем я хочу стать гостем вашего кулинарного шоу как это сделать все очень просто вы да это ко мне на самом деле все очень просто вы делаете сейчас серьезно делайте видео ответ на какое-нибудь наше видео любое раз как делаются видео ответы я в упор не представляю что это давно и тебе есть там оставить там может комментировать а можно добавить видео ответ ну вот и туда загружать свое видео потом вы что-то готовить по нашему рецепту или какому-то своему важно чтобы вы сказали что это для едим тв чтобы не было никого спала и тогда если вы нам понравится мы вас обязательно пригласим это правда это вполне легальный способ без постели так продолжаем будут ли проводиться мастер-классы для зрителей едим тв ну в принципе если захотят почему бы и да пусть об этом зрители скажут заявят массово и тогда заработать вообще позволяет вообще на самом деле мы же на съемке приглашаем людей и когда мы снимаем можно научиться в процессе плюс еще в пить в нашем в кафе который мы снимаем кофе пью здесь проводятся мастер-классы они продоплатные но зато отлично вот такие саша видео так продолжаем как насчет того чтобы устроить конкурс видео ответов в котором победитель будет приглашен на съемки ну я думаю что я ответил это вопрос постель продолжать когда на сайте появится обещанный спецраздел приготовленных по вашим блюдам по вашим рецептам блюд ну это как ну раздел в котором пользователи видео пользователи которые придут когда будут нормальные видео ответы все от вас зависит ребят я тут чего я сделаю когда надо будет много видео ответов сделаем раздел прямо на сайте на едим.tv почему бы не классифицировать рецепты по разделам аля первое второе десерт вегетарианские рецепты ну и допустим быстро вкусно дешево спешали for hungry students очень просто потому что их сейчас мало да будет рецепт побольше тогда будет категории ну что ж понятно все будет все будет и последнее как правильно приготовить утку я недавно узнал охуенные рецепты приготовления 18 плюс это видео походу я ходил на мастер-класс японских шеф-поваров они показывали высокую японскую кухню то есть не суши нет это вообще ни разу не суши они по-моему не они умеют их готовиться но не не умеют делать ролл калифорния кстати вот но они не умеют делать ролл калифорния какие же вы шеф-повары так вот утку изначально мариновали где-то 12 часов в броженом рисе то есть две недели бродили рис в воде с солью после этого в этом в пустыне после этого 12 часов мариновали в этом утку а потом ее обжаривали в три приема то есть просто на ее же собственном журу по 7 минут с каждой стороны отставляли на 7 минут и снова обжаривали и так три раза и после этого получалось сочнейшая утина и крупка мне кажется саша ответил наш вопрос уважаемый эльза вейгант и на все остальные 500 вопросов и ответили тоже кстати там на гарнир была офигенные вещи на гарнир был инжир с китайской грушей и болгарским перцем с кунжутным соусом нет с арахисовым соусом арахисовым соусом даниил ванюков спрашивает правда что мужчины готовят лучше женщин саша хороший вопрос вообще правда почему у шеф-повара практически всегда мужчина потому что у нас сексистская страна и мир исключительно я знаю очень много женщин которые готовят охренительно просто охренительно да и да это все зависит от того насколько усердный человек какой у него вкус если честно если у тебя руки из жопы то будь ты хоть мужчина хоть женщина готовить вкусно ты не будешь вот и все то есть эти руки из жопы то найдите другое применение где-то полезно это для свойства сварщик давайте сейчас не будем обсирать сварши хорошо и в нагонку к этому вопрос катюха вузелла 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 катюха вузелла это которая вот это вот что знаешь такие из дуделки вузелла это вузелла такая не сесток они на которые как горн такой звук очень громкий очень громкий запрещают на стадионы даже что все заглушает звук толпту так катюха вузелла спрашивает нас сами готовите любимым или придерживайтесь в кавычках место женщина на кухне хороший вопрос я люблю когда для меня готовят но чаще я готовлю для всех вокруг либо делаю так что все вокруг готовят вместе вокруг готовят для меня ну либо так я тоже готовить для женщин женщин я люблю готовить для женщин ну вообще да мне кажется все равно это вырежут и сделать так что мы геи все равно это вырежут и сделать так что мы геи ты смотри ты же повар у тебя же есть какая-то категория поварская да я по официальный повар третьего разряда и я могу официально чистить картошку и больше ничего ну я не знаю может лук тоже позволено мне чистить лук это уже да это это круче чем картошка требует самоотречения как ты где ты получал ты как-то давал какие-то экзамены да я закончил двухмесячные теоретические курсы и получил корочку повара и потом пришел говорит я хочу быть шеф поваром я сказал да ладно хуже не будет вот мой любимый пользователь лолипол на сайте карамбатэвэру пишет я сейчас далее по тексту ёбаные повара нахуй вашу готовку тут все интернет пользователи сидят и ебали вашу пидорскую моду кулинарию въебал гамбургер или пицца сварил пельмени чисто чтоб белок был и все что-то там блять готовят хуету ебучью для пидорасов проканает они любят готовить всякую хуету по типу которую показывают кулинарных шоу нормальный блять тупо пожарит картошки с мясом и не будет ебать муму у ёбки ебаные это так к слову для бесполезности этой передачи и всей кулинарии в целом спасибо юзеру лолиполу мы как бы не будем комментировать все так все так да все так что нам не хватает вот мне лично для души это то чтобы вы показывали результат того чему у вас научили или хотя бы вдохновили на то что вы что-то делать если вы будете готовить даже если вы не по нашим рецептам все равно обязательно как-то нам показывать видео ответы в комментариях ссылки до ссылки комментарии начнется отцепить спам видео ответы по почте присылайте едим тв собака gmail.com ну как-то показываете что мы не зря все это делаем то мы закрую но не закроемся не не закроемся нас закроет в закрою и мы будем готовить я буду дальше готовить он будет даже заплакать евгений беликов а также елена полевая спрашивает я не великов как только те косы из кроликов виндам соусе а елена полевая вторик ему как готовить eagle Фрикатэ. Смайлик. Фрикатэ? Фрикатэ берешь одного катэ. И во фритюре. Получается фрикатэ. Дмитрий Волков интересуется. Как вы готовите фруктовое мороженое? Смайлик. Почему смайлики ставят? Вопрос. Вы имеете ввиду, фруктовое мороженое изразяет мороженое с фруктами, либо фруктовые сорбеты. Фруктовые сорбеты готовятся безумно просто. Замораживаете фрукты, берете в блендер, бросаете их туда, добавляете немного льда, воды, чуть-чуть сахара, блендером взбиваете, и у вас получается прекрасный сорбет. Вот еще один вопрос. Ильдыш Бактана спрашивает. Он пишет, ура, я первый. Смайлик. Все. А если бы. Нет, он продолжает. Как вы попали на Карамбу ТВ? Это все к нему. Да. Через постель. Сначала мы выкладывали просто наше шоу, на наш сайт, YouTube, Един ТВ, и нас было 5 подписчиков. А потом меня нашел Камикадзе Дэ, как вы знаете, наверное, его. Предложил заняться с ним анальным сексом, и, естественно, я был активным. И после этого вот мы появились на Карамбу, теперь у нас 10 подписчиков, так что дела идут неплохо. Никита Филиппов спрашивает, не спрашивает, а пишет. Рецепт колбасы выложите, и 6 рецептных знаков. Выложим. Ладно. Уговорю. Уговорю. Каким блюдом лежит душа? К первым, вторым блюдом десертам, спрашивает Алексей Байко. По-моему, мы на этот вопрос уже отвечали. Но камера была выключена. А, вот оно как. Каким блюдом лежит твоя душа? К любым, разным, вкусным и невкусным. Не отвечай за меня. Ладно. Извините, пожалуйста. Я люблю новые блюда, главное. Но, если честно, что-то новое, допустим, до этого никогда не ел очень. Новые вкусы, новый вид, новые продукты. Китятина была крута. Китятина. Ммм, кит вообще отличный чувак. Да. Так. Виктория Клименко спрашивает. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, вопрос. Первый. Какие макароны лучше и время? Сколько их нужно варить, макароны в целом? Ну, ты можешь, а ты... А, или мы ее хоть не сняли. Короче, макароны можно варить очень просто. Поворачиваешь пачку обратной стороной к себе, смотришь внимательно, там написано. Столько-то минут. Вот. Столько минут. Главный момент. Не покупайте российские макароны. Да. Смотри, чтобы на почте было написано, что макароны произведены из твердых сортов пшеницы. Иначе они по-любому разварятся в сопле. Так, далее вопрос. Готовите ли вы... Готовите ли вы блю... Готовите ли вы дома блюда из Едим ТВ? Саша? Да. Поддерживаю. Нет, я готовил лазанью. Я готовил пасту, я готовил пасту, буррито я делал, бургеры я делал тоже, да. Ну, короче, да, стараемся. Супы варим. Ну, то, что мы... Важно, что мы... Готовим то, что... Мы снимаем то, что готовим. Да, мы же не придумываем какой-то там вообще вот так. Хотя бывает, но редко. Нет, бывает иногда. Да. Мы обычно готовим то, что нам нравится и то, что нам хочется приготовить. Поэтому мы и дома это же готовим. Где находится ваше кафе и ресторан? Рубрика тупых вопросов снова набрается. Да, да. Досмотрите хоть одно видео до конца. Да, и мне кажется, вы найдете ответ на ваш вопрос, если будете внимательно смотреть в левый угол на 27 секунде. И есть такой момент, все-таки досматривать до конца, там в конце он шутки какие-то говорит обычно. Да, после титров я обычно шучу, не смешно, поэтому это очень важно посмотреть. При этом было вас всех видеть. Всего хорошего. Особенно тебя, Лена. Знаешь, я говорю, как мы говорим. Можете фокус оператор перевести? Вот это вот наркотики. Видно, да? Вот эти наркотики мы кушаем перед съемками. Можете. Можете. dezок. Да.